Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Здравствуйте. Игнатий Тихонович, у нас тоже может немного времени, но я вас не затрудню моим вопросом. Вы знаете, мы ходим, посещаем эту семью, у них 10 детей, я, наверное, вам уже рассказывала про них. Они очень-очень хорошие люди, они как бы, так как я не имею здесь никаких родственников, очень мне помогают, как-то вот они даже, мы вместе много времени проводим. И когда они узнали, что я вот пошла в храм православный, они, в принципе, меня не отговаривали. Но они говорят мне, Наталья, ты ведь тоже читаешь Библию, ты смотришь, что ихние все таинства, вот как они называют, Евхаристию, все у них как будто под каким-то магическими действиями. И там, когда священник читает литургию, когда он проскуру разрезает, и они говорят мне, ну, как мы беседуем, и они мне предупреждают, что мы не знаем, что они там разговаривают, это как будто шаманство какое-то. Вот, и ты подумаешь, что ты делаешь, и говорят, что мы хотели бы, чтобы мы были едины в вере. Как бы я, у нас такой сейчас трудный вопрос, как нам проводить вечерю, могли бы мы. И они не готовы, и я не готова, как бы. И мы остаемся, как встречаемся, читаем Библию, Слово Божие в каждый день практически. Ну вот, хотелось бы нам быть в единстве, но у нас не получается, и мы как-то, как хорошие люди, имеем вот, и я, мне очень трудно им отвечать, потому что я сама тоже читала, как проводится Евхаристия в православии. И у меня тоже как-то нету на многие вопросы ответы, почему режутся вот эти треугольники, почему Божья Матерь, почему эти пророки. И вот я тоже им не могу ничего ответить, и мы как-то, ну, эту тему закрываем. Вот вы не могли бы мне, может быть, чтобы я не так, не шаталась, как бы, ну, и не думала, что у них неправильно, или как, не знаю, как даже мне это объяснить. Вот, потому что они говорят, что в каждый раз, когда происходит литургия, как бы, христиане в православии, они опять вновь ломают тело Христово, и опять они надламливают ее, и происходит, ну, вот, в каждый раз они, как бы, жертву Христа делают. И я, так как я знаю, и как оно происходит в миссионерских евреев, как бы, в еврейской среде, и очень трудно мне как-то это все соединить и сказать, вот, это мое. Я извиняюсь, конечно, но еще у меня, наверное, так как-то очень как-то... Помогите, пожалуйста. Ну, я в прошлый раз, чтобы вы на эту же тему беседовали, я вам говорил, вы не беседуйте, вас туда тянет и тянет. На этом не закончится ничего, потому что на место одного ответа у вас будет еще вопрос, снова ответа, вопроса там, конца никакого не будет. Тут все в вере, в вере. Вы только одно так себе прикиньте. Вы их спросите определенно, как они называются. Они... Как они называются? Они не как-то... Как они называются? Как баптисты, и адвентисты, иеговисты. Кто они? Они никто. Ну, никто. Все, на этом остановись. Все. Они никто. И поэтому... Они дети Божьи. С ними разговаривать не о чем. Они никто. И все на этом. Все. Вы ответили. Ну, блин, вот ты говоришь. Они дети Божьи. Вот у меня муж мне подсказывает. Они дети Божьи. Дети Божьи. Дети Божьи. А почему вы думаете, что адвентисты седьмого дня не дети Божьи? 21 тысяча названий. У всех, кроме Библии, ничего больше нет. И все друг против друга. И все дети Божьи. Прямо противоположное название. Харизматы. Падают, кричат, ползают, орут. Беснования полные. Все Божьи дети. И они на сто процентов уверены. Посмотри, какие собрания. По 20 тысяч человек. По 20 тысяч в одном месте собирается. И дети Божьи. Если ты избран, у тебя вопросов вообще этих не будет. Это то, что происходит в алтаре. Нас совершенно это не касается. А вот там шаманство. А вы посмотрите. Евангелие от Иоанна. 6 глава. 66 стих. Три шестерки. Это три шестерки. Субтитры создавал DimaTorzok Игнатий Сихонович, у меня компьютером очень плохо. Он всегда выключается сам по себе. Я извиняюсь, пока это... Он уже совсем старый у меня. Вот я... Я хотела сказать, что эти люди ни в какой динаминации не находятся. Как бы они когда-то уверовали. Была такая... Это евангелизация. И они уверовали. И ходили где-то 20 лет в церковь, в аптиску. Но потом они поняли, что там тоже... Ну вот как-то не туда пошло. Как бы вытесняется Христос из центра. Мама. Мама. И служение. Вот. И потом они ушли. И сейчас мы встречаемся как практически вот... Изучаем Библию. Поем. Ну знаете, как... Вы, наверное, догадываетесь, как может у нас происходить. Но у нас единства так такового нету. Ну вот мы не можем принимать ни Бечерю, ни Таинств каких-то крещений. У нас мы просто как большие семьи. У них 10 детей, у нас 5. Там еще одна... У нас еще вот одна семя там тоже четверо детей. Ну вот как бы так. Ну нету такого. Я хожу в храм. Если у меня соседка едет, я с ней могу поехать. Ну, систематически нет. Ну вот как бы хотелось. Вот. Но они надеются, что я образумюсь. Потому что... Они не в православии родились. Поэтому им трудно. Вот посмотрите. Вот какое их название нету. Регистрация, когда регистрируют. Вот даже в России сейчас. Без названия кто будет? Даже магазин нужно назвать как-то. Ларек маленький надо назвать. Какое у него название? Номер какой-то или как? А мы никто. А мы никто. Ну никто, значит, разговаривает не о чем. У баптистов этого нет. Вот о чем мы сейчас сказали. В алтаре. У них алтаря нету. Значит, это не причина совсем. Баптисты. У них там Христа как-то скрывает. Это неправда. Баптисты ближе всего к истине всех сектантов. Вы говорите, динаминации, конфессии. Таких слов нет в Библии. Динаминация, конфессия – это одно слово. Ересь. Ересь заменили на два слова. Это сатана играет словами. А вы говорите, а я хочу знать. Я в прошлый раз говорил вам, вы не встречаетесь ни с кем. Вы не можете из этого выйти. Вас туда тянет и тянет. Вот понимаете, что дальше нет. Это ваш выбор. Я вам только сказал, совет какой. Вы не окрепшие. А я хочу понимать, как там что. А вы понимаете, что Ветхий Завет – это был образ, тень будущих благ. И в Ветхом Завете все указано это. Вот ягненка, голубенка приносят. Сломать крылья надо. А при чем тут крылья, а при чем тут я, мой грех. Козла надо увезти в пустыню, там его, на нем грехи народа. Этого никто не понимает. Вы не знаете, как ребенок в очреве защинается, как жила натягивается. Считайте 138-й псалом. В тайне меня, в темноте сотворил. Вылил меня, говорит, как молоко и сгустил в творог. Молоко и творог. Понимаете, как четко, ясно сказано где-то, экклесиаста. Ну а кто понимает? Хоть 10 детей у них, они этого не знают. Как ноготки выросли, как глаза, какая оболочка. Никто не знает. Это тайна. И вот почему я прошу просто ответ вам. Откройте 6 главу Евангелия от Иоанна и просчитайте до 66 стиха. И они отошли. Именно на этом, на причастии. Господь говорит, хлеб, который это плоть моя, плоть. А как может быть плоть, когда он за столом сидит? Тебе не надо рассуждать. Как? Как? Никто этого не знает. А как Бог воплотился в человеке? Как это? А как троица? Как? Три. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И три суть единая. Кто понимает? Это человеческий разум не может вместить. И в церковь так и всегда было. Были еретики. Было доказано. И они не приняли. Они рассыпались на основные деноминации конфессий. То есть ересь дробится постоянно. А церковь единая. И причастие совершается где? В исторической церкви. Да там католики. У них тоже совершается, называется литургия, месса. То же самое. А они не могут себя назвать как. А почему? Они знают. А от них, которые были, уходят. Новые секты от них образуются. Вот у меня сколько новых людей. И тоже. А я никому не принадлежу. Но они и к вам не принадлежат. У них по-другому все. Разные. Я их вместе свожу. Они друг друга сразу же отвергают. А они не баптисты, не адвентисты. Никто. Пусть сатана. Он, говорит, просил сеять вас как пшеницу. Разбрасывать. Это сатана просил. Это сатана делает. А названия нет. Мы никто. Вы очень хорошо ответили. Никто. И поэтому не встречайтесь с ними. Они никто. Никто. У них ничего нет. А это церковь Христова. А они как возникли? В какое время? В какое? Когда отделились? И что? От кого? Да ничего нет. Баптисты в 1639-м. Первая община. В 169-м. Джон Смит сам себя крестил. Ну, заблуждение. Вот он. Мартин Лютер. Мартин Лютер в 1517-м году. А что? С Мартина разве? С Лютеран началось? Без Лютера Лютеранства не было. Само название говорит. Люди поняли это. И стали говорить, что у нас нет названия. Название есть. У демонов нет названия. А у ангелов есть архангел Михаил, архангел Гавриил, Рафаил. А у них нет, у демонов нет имени. Нету. Вы сами маленько так задумайтесь, что. Я вас убеждать не пытаюсь, говорю. Вот Евангелие от Иоанна. Вы не записывайте. А сейчас... Ну, 6-я глава, 66-й стих. Это Господь так указал. Который... Это потом посмотрите. Который разбивал на стихи Стефан. Он-то не знал, что на этом остановится. И они отошли. О причастии речь идет. Они не могли принять. Православие, причастие. Священие говорит. Примите тело мое за вас ломимое. Слова Христа. У стеклянтов этого нет. Ничего нет. И поэтому разговаривать нечет. Они не церковь. А раз не церковь, что нам с ними время тратить? Не встречайтесь. Вы там не получаете никакого утешения. Вы услышали? Не приняли? Я свободен. И выхода никакого нет. Ну, вот сын, допустим, у вас наркоманом был. А теперь... Ну, помогли ему выйти. Ему, говорится, с старыми друзьями не встречаются. Да нет, мы только сойдемся. И опять впал. Опять иголка. Один раз шернулся и все. Вот они шеряют вас своей иголкой-то. Вы как наркотик какой втискивается и все. Ну, один раз поговорили. Зачем это объяснять? Я никогда не буду объяснять этого. Почему? Потому что Христос объяснил. Почему? Павел говорит. И кто недостойно причащается, виновен против тела, не против хлеба. Взял хлеб, преломил, а виновен уже против... А подал уже тело. Это образ. Нигде этого слова нет образ. Написано тело. И виновен, кто недостойно... Против тела, не против образа. Тут что объяснять? Так это другие слова совсем стоят. И объяснять нечего. Видно, что сатана пудрит мозги. Против... А какое крещение? Крещение, говорит, для оставления грехов. Петр говорит. Павел говорит. Встань, крестись, а мой грех. А у них нет омытия грехов. А вот мы верим во Христа. И дьявол верит. Это бесовская вера. Бесы веруют и трепещут. Это не церковь. Объяснять дальше нечего. Какой бездь? Игнатий Тихонович, я согласна. Они, вы знаете... Просто они мне помогают так, как я здесь одна. Ну, без родителей. Так как у меня муж, он тоже баптист. Он тоже... Он говорит, что я в ересь пошла, я к сатане пошла. Я начала... Я предала истинную веру, что я не попаду никогда в рай. Но он так вот говорит. И потом они начинают, как... Они рассказывают мне свои примеры. Например, она говорит, вот моя бабушка была в православии. Была такая тихая женщина. Все исполняла. Все это. И у нее был дар исцеления. И вот она потом не могла умереть. Она мне рассказывает, что ее бабушка не могла умереть. И вот практически у православных везде так, что они не... Ну вот, не уверены, куда попадут. Что они там... У них учения такие после смерти. Что они молятся мощам. Что они там... Но я в православии тоже знаю, что это так. Но я не понимала никогда раньше. Сейчас я изучаю. Я в интернете можно много найти. Смотрю, учу. И она говорит мне, Наташ, я сама лично видела, что моя бабушка... Она была так тихая. Но вот пришла к ней одна христианка. Она не знает, из какой веры. Они думают, догадываются, что баптистка помолилась. И тогда она умерла. Но я не могу. Я говорю, может быть, мы не знаем до конца, как это все было. И там мы не можем... Они меня как не то, что запугивают, но они мне как-то советуют, чтобы я одумалась. Что я не как-то Библию читала и по Библии все делала. Наташа, мы повторяем одно и то же. Сейчас время не зря не отнимай. Дело в том, что это мы все уже обсуждали. Выход-то вам один. Вы одни. Ну, вам трудно, не верите в это. Переходи к ним, и разговор окончу. Еще время-то зря отнимать-то. Я вам ответил на все вопросы. Мощам не молится никто. Это такого нет. Это обман. Так, минутку там. Наталья, зачем ты с теоретиком разговариваешь? Наталья, он блядь небесом ведомым. Вы начинаешь? Выход-то один. Вы избираете. Люди, которые находят истину, они уже в ней не колеблются. Значит, вы не нашли. Не нашли, сама себя не мучь. Все равно ничего не получится. У вас будет тысячи вопросов. И при том, на одном месте вы проворащиваете одно и то же. Вам сказано, выход один. Вы вышли из этого состояния. Не прикасайся к нечистому. Сегодня проходили про это. Это ересь. Ты с еретиками знаешься. Они мне помогают. Мне трудно. Ну, или ересь-то как может объяснить-то? Когда они ниоткуда возникли-то. Они не могут назвать дату первого человека. Они знают, но скрывают. Мы определенно знаем, когда, с чего, кто и по порядку показываем. Игнатий Богоносец, Поликарм Смиринский, Златоуст. У них ничего этого нет. Они никакой связи не имеют. Ни с первым веком, ни со вторым, ни с третьим, ни с пятым, ни с десятым. Христос не сказал, что новую церковь будет основывать-то. Он создал ее один раз. И все. А так с церковью-то никакого отношения не имеют. Государство отделило какое-то. Ну, где-то. Чечня отделилась. Ей не разрешили. Курды попытались от Турции. Ничего не получается. Это в политическом плане, в религиозном то же самое. Церковь одна, создана Христом. Врата ада не одолеют ее. А что врата ада? Еретики. Они не одолеют ее. Это все гонители. Они одолеют. Церковь стоит две тысячи лет. Они были враты. Вам трудно это, понимаете? Это внутренне, просите. Вопросов не надо. Эта тема уже пройдена. Вот прочитайте Евангелие от Иоанна 666. И вы идите 666. И они отошли. Этот момент, когда человек отходит. Отходит. Вы потом прочитайте. Только заранее надо считать там 27 стиха. Больше ничего нет. Это не вопрос. Это окружение на болоте. Попытка выйти оттуда, скакать с одной кочки на другую. То есть этим вопросом никогда нет конца. Никакого. Я уверовал во Христа, и вопросы сняты. Я о троице не могу. Никто не объяснит. Это океан. Попытаться влить в один стакан. Это невозможно. Разуму это не поддается. А они там делают. Тебе зачем объяснять? Как делают? Священники теперь это объяснили. Теперь. А как руки полагают? А почему Евангелие на голову ложат? Этот вопрос объяснили. Дальше это непонятно. А почему именно чаша такая? То есть бесконечно. Сатана кружит и кружит. У верующих вопросов этих нет. Я в церкви, и вопрос снятый. Я православный. Я знаю, три поста у нас, большие, длительные, которые, они не евангельские. Нету. Апостольское правило 69-е говорит 4 десятеса, среда и пятница. Это определенно. А остальные, они возникли в 3-м, в 5-м веке. Но я православный. И вопрос снят. Павел говорит, смиряю, порабощаю телом. И вы скажите своим близким, скажите, Павел, апостол, и смиряю, порабощаю телом. Спросите, как они смиряют, порабощают? Они не знают. Едят каждый день, не поста, не креста. Нет. Это обман. И Иоанн говорит, и всякий, говорит, прилагающий усилие восхищает Царство Небесное. Усилие. А тут никакого усилия. А я уверовал. И все веселое. А другой по-другому. Адвентист. Попробуй докажи ему. А что докажешь, что он еретик? Разве если нет, какой черт? Черный, голубой, синий. Он все равно чертом остается. Это Ленин сказал. Разве если никакой нет. Ты или в церкви, или не в церкви. Никаких слов динаминации, конфессии не повторяйте. Слово ересь. Ересь. Еретики скрываются. А церковь не скрывается. Она открыто идет. Она называет своих учителей. Говорим, какие правила. Я им называю апостольские. У них ничего нет. Они никто. Вашими устами сам Бог сказал. Они никто. Они никто. Им название 21 тысяча разных названий. Неужели тебе в ум не входит-то? Не посади креста. Мы смиряем, порабощаем тело. Павел говорит, день и ночь, в слезах, в молитвах. Здесь ничего этого не знают. Пять слов вот сказал. Лба не перекрестит. А вы им скажите. А почему пищать? Антихрист поставит знак свой. Начертает. На правую руку, на лоб. Почему? И Преем Сирин в 4 веке сказал, чтобы ты не мог совершить крестное знамение. Антихрист это для чего сделает? И у нас, когда баптисты бывали, я говорю, а ты можешь? А не баптисты. Я могу. Она перекрестилась. И говорит, ты православная. Если ее как все снято сразу было, она как будто никогда у баптистов не была. Ты соверши крестное знамение. Это оружие на дьявола. Они тебе говорят, а ты не встречайся. Не надо. Не надо. Ты отошла, и на этом все кончено. Зачем с еретиками знать? Ты перекрестись, Господи. Избави меня от сатаны и всей гордости его. Всех ангелов его. И все на этом. Им, понимаете, конца никакого нету, как они меняются. Они сегодня одни, завтра другие, послезавтра третье. Здесь слово жизни, новая жизнь. Здесь название только в одном городе, 68 разных названий. Ни у кого нету причастия. Ни у кого икон, мощей нету. То есть все, что вы говорите, ничего нет. Это юридики. Как будто все одинаково. Все разное. Руки не узнают. Что-то так мешает. Вот. Если ты веришь в это, значит, не веришь в твой выбор. Слава Богу, Игнатий Тихонович. Тогда буду просить Бога мудрости. Начни с этого, что никогда не встречайся, не звони и скажи все. Я вошла в церковь. В секте, в ереси, я быть не хочу. Больше никогда мне не звоните. И Бог вам помочь другую подаст. И на этом все. А кто против вас воюет и проще, ты молись за них. И больше ничего. Сама находи время. Ночью молись. Днем считай священное писание. По толкованию святых отцов. Несу ему просто и умом-то. Соблюдай все посты. Он будет мешать. Он будет поносить тебя. А ты терпи. А каждый хотел. Апостолы переносили все. Нам другое-то не заповедано. Гонят вас, а вы молитесь за гонящих вас. В этом ваша награда. Проси у Бога прощения, чтобы была в ереси в этой. Это сатана рассеял, как пшеницу. Просил. Но я молился, чтобы твоя вера была крепкая. Господь Петру сказал. Я буду молиться о вас, а вам Господь покажет. Это не вопросы. Это лукавство. Лукавство одно. Вопрос должен стоять, как мне не грешить. Как жить свято. Как Бога прославить жизнью. Не быть пустосветом. Церковь православная, это апостольская церковь. Соборная. Единая. Другой нет. Она одна. И поэтому толковательнее. Вот и все. Сразу сгинет меня сатана. Перекрестилась и дальше твори молитвы Иисуса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. А то, что была в секте-то. Ну, к священнику на исповеди обязательно сходить, сказать. Чтоб он снял сатана. А бабушка там умирала. Она как? Откуда мы знаем? Это разве довод? А может бабушка. Может бабушка. Зналась. Была ведьма, может быть. Была тихая. Но они говорить могут все. Я говорю, примерно. Это ничего не значит. Она не знала Бога. А может что-то другое было. Это не вопрос. Вот у нас. Это не где-то, а здесь конкретно. Я ходил к баптистам. Ходили мы к ним. Свидетельствовали. Нормально. Все. Там такая драка была. Там что там было. Не дали только стихотворение сказать. Он подошел к пресс-фитеру. А там сыновья на него бросились. И все. Так это открыто перед всеми. Это только думаем так. Вот начали молодежь баптистскую исповедовать. Как у православных. Как у батюшки. Оказалось, половые связи там еще только нету. Огорделись. А мы не такие? Да какие? Вы никакие. Ничего нету. А я уверовал. Уверовал. Посмотри на себя, на изображение Христова. Похож ты или нет? Бритые. Женщины без платка молятся. Посмотри. Самое простое. Все извращено. А за церковью подсматривают. А за церковью еще смотреть. А на церковь Христова невеста. Она все смешная. Так вам тут на сегодня говорит Наташа. Если вопросов нету, то отойдем. Да. Если счастье не разговаривай. Не сердись на них. Молись. И Бог может им открыть истину. Вы не церковь. Запомни это. А они не церковь. Не имеют связи с церковью никак. Они возникли вот только, как говорится. Может быть, год, два, три или десять лет. Христос однажды основал церковь. А как там священники делают? Что? Это так церковь установила. Церковный голос. Все с вами во все дни. Если бы было это противно Богу, церкви бы это не было. Если церкви, тут церкви нету, то ее нигде и нет больше. Иритиков-то не было. Иритиков-то не было. Если православная не церковь, тогда церкви вообще нигде нету. Все, пока. Мужу наилучших пожеланий передай. Он дурак, блядь. Он тебе беспокоится и не зря беспокоится. Потому что любит тебя. Он дурак, блядь, Наталья. Давай, с Богом. С Богом. Он все смешал, Наталья. Это хорошо. Поехали. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...